Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем направление системы. Меня зовут Евгений Ширинян и здесь представлен список участников направления. Так как мы работаем с информацией о зданиях института в первую очередь, мы не можем игнорировать тему информационного моделирования зданий. Обсуждать, что это такое, конечно же, стоит отдельно, но, как мы знаем, на правительственном уровне уже принят ряд документов, и сейчас мы можем передавать на экспертизу информационные модели в дополнение к обычной документации. Однако BIM, реализуемый программами типа Revit, ArchiCAD, AllPlan и т.д. обычно предназначен для комплексного проектирования. Нас же интересует существующее здание и его использование. Тема информационного моделирования зданий для эксплуатации пока разработана слабо. Представьте количество документации о таком объекте, как Мархи. Также стоит отметить, что стоимость проектирования и строительства составляет небольшой процент от общей стоимости жизненного цикла здания. И студенту-архитектору имеет смысл это учитывать и изучать, как живет настоящий объект, тем более такой сложный, как здание института. Итак, наша главная цель – создание информационной модели института, которую можно было бы адаптировать и для нужд эксплуатации, к примеру, автоматизированные отчеты, интерактивный поиск информации по модели и т.д., и для учебных целей – изучение процессов в существующем здании. Мы ставили в ноябре довольно амбициозные задачи – собрать и структурировать всю информацию о зданиях института и на этой основе создать схематичную модель. В итоге с одними задачами мы пока что не справились, но зато пришли к интересным результатам по другим задачам. Здесь представлены основные блоки текущей работы. Первый блок посвящен созданию основной модели хранилища. Самая главная цель и задача – собрать на базе Revit как геометрическую информацию, так и атрибутивную в виде интерактивной трехмерной модели. Для этого было бы необходимо собрать и упорядочить исходные данные, которые были любезно предоставлены Андреем Борисовичем Некрасовым. И тут стоит отметить, что программы типа Revit или ArchiCAD в принципе проектировались для работы с новыми конструкциями, а не с существующими историческими зданиями. И тут, конечно же, возникает ряд технических проблем. Здесь представлен довольно трудоемкий этап сопоставления 2D данных из разных источников. Здесь мы видим наши наработки по моделям окружения, которые требовались для ряда расчетов, и данные по рельефу. Вот пример первой итерации по основной модели, которая позволила вместить в себя как сами элементы здания, так и необходимую информацию о них. Однако мы не справились с моделированием некоторых участков, так как структура корпусов довольно нетривиальна. И сейчас мы движемся очень поступательно от общего к частному, чтобы получить в итоге качественную модель, которая позволит автоматизировать получение многих отчетов. Процесс довольно занудный, но с другой стороны очень познавательный. Один из главных элементов нашей модели – помещение со характеристиками. Если мы обратимся к информации о помещениях не только с точки зрения геометрии и положения в здании, то здесь можно представить интересное применение QR-кодов. Вспомним объекты культуры наследия и использование мобильных устройств. Примерный процесс использования следующий. Студент наводит мобильное устройство на QR-код, получает информацию о аудитории загруженности, также может отправить свой комментарий на страничку аудитории. Следующий блок – расчеты, связанные в данном случае с Солнцем. Если первый блок ближе к эксплуатации, то последующий ближе к учебным задачам. С одной стороны, мы изучали освещенность помещений и дневные света, мы забирали с Алиса и двора, с другой стороны, осваивали иностранные типовые, по сути, инструменты для расчетов. Так как мы не можем говорить, что расчеты выполнялись сертифицированными специалистами на сертифицированном нашей стране и программном обеспечении, то все результаты по этому блоку скорее носят учебный и увлекающий характер. Итак, на примере работы магистрантов можно рассказать, как разворачивается процесс расчета. Каждая работа сопровождается комментариями, фотофиксацией, наблюдениями, моделированием специфической геометрии, подходящей для расчета. Ну и, конечно же, замерами, если это доступно для рассматриваемого явления. Потом мы можем сопоставлять с нормативными расчетами и расчетами эти результаты замеров. И, безусловно, замер вещь относительная, вследствие точности приборов и всяких условий. Здесь как раз мы видим классический пример путаницы между инсоляцией и освещенностью в голове студента. Уже на этапе расчета, подчеркиваю, любого прочностного климатического необходимо иметь некие реперные точки. В этом и помогают как расчеты варьирующихся параметров, так и реальная ситуация, в которой студент проводит довольно много времени. Ну и вот классический пример случая, что если потолок заменен на плоский, боковое окно исчезает, и распространение света меняется радикально. Здесь мы можем видеть подобные работы по другим помещениям. Ну а вот примеры работы по инсоляции двора. В данном случае прямой солнечной радиации в часах. Довольно наглядно продемонстрирован потенциал заднего двора Мархи. В итоге любой расчет может стать просто подмалювком для дальнейших рассуждений и предложений. Как мы видим, тяга к визуальному Мархи очень велика. Что касается микроклимата помещений, то тут мы изначально не предополагали затрагивать эту тему, так как не представляли себе, какие устройства мы будем использовать для замеров. Однако нам повезло, и мы получили в пользование такие вот устройства, которые измеряют температуру, влажность, давление, уровень шума и углекислого газа в помещении. И выгружают данные за выбранный период через интернет в табличном виде. И, так сказать, история, рассказанная датчиком. В данном случае это был семинар в аудитории 110 на УЦВИКОМП. Температура повышалась до 27 градусов, и ее понижение в первый раз было вызвано проветриванием. Здесь мы видим изменения показателей влажности. А на этом слайде содержание углекислого газа превышает 1000 промилле почти в полтора раза. Ориентировочный норматив по содержанию. Пережив опять же виден на графике. Тут на примере замеров в аудитории 309 было видно, графике справа, что количество углекислого газа после того, как на паре посидел весь первый курс, сократить довольно сложно. Превышение почти в два раза. Что касается амбициозной цели представить динамику расписания в трехмерном виде и определять загруженность аудитории, то тут мы сильно не продвинулись. Задача оказалась довольно хрестоматильной для программистов, и подключение математики тут, конечно же, необходимо. Мы пробовали понять, что знает наше расписание, и на какие вопросы оно прямо пока что не отвечает. Для этого мы решили упростить ту многомерную таблицу, которую мы видим каждый день, и привести ее в двумерный вид. Разложить эту таблицу на основные компоненты и структурировать эти компоненты. Хотя бы в именовании, и вроде бы мы были близки у цели, но очевидно, просто не знали, как верно поступиться к задаче. Так мы поняли, что сейчас уже присутствует ряд разработок, в том числе и для Excel, которые позволяют разделить ввод данных, например, через формы и сами отчеты. Например, наше расписание может быть одним из таких отчетов. Ну вот классическая такая иллюстрация загруженности аудитории. Такой вот мы видим нашу основную схему процесса, и она многосоставная. В центре, мы можем сказать, что там находится Revit-модель и хранилище табличных данных, и разнообразные элементы между собой взаимодействуют. Это очень важно для понимания технологии в целом, технологии информационного моделирования зданий. И в качестве выводов можно сказать, что Мархи – это прекрасный полигон для обучения цифровым технологиям в проектировании. Сама тема BIM, то есть информационного моделирования зданий, может быть рассмотрена с позиции эксплуатации исторического здания. Ну и нам бы хотелось подчеркнуть вот этот переход от простой визуализации при помощи компьютера к моделированию и содержательному анализу. Что же мы планируем? Нам необходимо завершить моделирование зданий и территории института, и также обменяться этими данными с другими направлениями. Обязательно наладить взаимодействие с кафедрами. В данном случае у нас выпала кафедра конструкций, но надеемся уже в комплексных проектах это взаимодействие наладить. Ну и безусловно необходимо развивать собственную позицию Мархи в области информационного моделирования зданий. Спасибо за внимание. Всего доброго.